Известно, что 1,5 на 10 в 23 молекулы газа имеют массу 11 грамм. Какой это может быть газ? Для начала запишем данное. Число молекул N равняется 1,5 на 10 в 23. Масса N равняется 11 грамм. Переведем систему С в килограммы. Это 11 на 10 в минус 3 килограмм. Постоянная маганра это табличная величина. Она равняется 6 на 10 в 23 моль минус 1. Найти малярную массу. По ней мы определим какой это может быть газ. Напишем формулу количества вещества. Количество вещества N равняется масса вещества, деленное на малярную массу вещества. Также малярную массу вещества можно записать как число молекул N, деленное на постоянное авогадро. Эти формулы нужно знать. Воспользуемся промежуточным равенством. Масса газа, деленная на малярную массу газа, равняется число молекул на постоянное авогадро. Выразим из этого равенства малярную массу газа. Тогда у нас получается, что малярная масса газа будет равняться масса газа на постоянное авогадро, знаменатель, число молекул. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда малярная масса газа будет равняться Масса газа на 10 минус 3 кг на моль. Малярная масса газа равна 44 на 10 минус 3 кг на моль. Найдем малярную массу углекислого газа. Малярная масса СО2 будет равняться Малярная масса углерода плюс 2 малярные массы кислорода. Малярная масса углерода С равняется 12 на 10 минус 3 кг на моль. Малярная масса кислорода равняется 16 на 10 минус 3 килограмм на моль. Подставим наше значение и найдем малярную массу СО2. Малярная масса СО2 будет равняться... Посчитав, получаем, что малярная масса будет равняться 44 на 10 минус 3 килограмм на моль. Таким образом, мы можем дать ответ, что неизвестный газ это СО2 с малярной массой равной 44 на 10 минус 3 килограмм на моль. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.